Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня торговая сессия пятницы, впереди выходные, я с этим вас хочу поздравить. Друзья, обязательно по традиции, проведите их максимально насыщенно, хорошо. Я жду вас в понедельник с хорошим настроением, потому что продолжим следить за тем, что происходит на финансовых рынках, в частности с долларом, потому что рынок все еще заряжен, я бы не сказал остаточным эффектом, но каким-то наследием от того заседания ФРС, которое состоялось. И до сих пор трейдеры гадают, все-таки были ли сигналы того, что американских регуляторов уже в одном шаге от ужесточения денежно-кредитной политики или не было. И масло в огонь вот этих споров подливают комментарии представителей ФРС. Одни говорят, что да, есть предпосылки для того, чтобы ставку можно было бы разогнать пораньше. Другие говорят, что придерживаясь позиции Джерома Паула, что таких оснований на текущем этапе нет. Я все-таки, друзья, советую вам, если для вас определяющей является риторика реальных авторитетов среди голосующих членов ФРС, следить прежде всего за позицией Джерома Паула. И, как вы помните, ни по факту его пресс-конференции, получается, неделю назад во время двухдневного заседания ФРС, ни по факту его выступления в Конгрессе в этот вторник мы не получили сигналов о том, что политика будет ужесточена раньше, чем мы ожидали до этого. Мы настраивались на то, что изменения произойдут в 2023 году. Все, на мой взгляд, предельно понятно в плане дорожной карты, конечно же, удерживать ставку низкой. Далее, 2023 года, не будет никакой необходимости, поэтому я, как раньше и предполагал, еще до заседания ФРС, что мы сначала должны получить комментарий о том, что когда начну сворачивать программу количественного смягчения, это с января 2022 года, год на полный отказ от этой программы, и 2023 год это повышение процентной ставки. Поэтому много раз уже отмечал, для меня было удивительно наблюдать за тем ралли доллара, которое последовало в качестве реакции на итоги двухдневного заседания. Ну, хорошо то, что сейчас индекс доллара постепенно корректируется вниз. Я рассчитываю на то, что индекс доллара сначала пробьет поддержку 91 пункт и уйдет ниже. Во вторник, когда Пау выступал в Конгрессе, напомню, друзья, он повторил, что инфляция является устойчивой, но из-за того, что рост инфляции обусловлен временными факторами, о них мы ранее говорили, инфляция не будет тем самым, опять же, маяком для принятия решения относительно процентной ставки, потому что ФРС с большим удовольствием сейчас сфокусируется на рынке труда, где нету никаких форс-мажоров. Но если не считать тот факт, что мало кто торопится возвращаться на свои рабочие места, пока получают повышенные пособия по безработице. Но это вроде бы как решение этой проблемы. Дело наживное и август-сентябрь, когда пособия уже не будут платить, рынок должен начать более интенсивно прогрессировать. А пока что этого прогресса мы с вами не видим и я прекрасно понимаю позицию Паула, который постоянно говорит о том, что проблемы в этом секторе сохраняются. Нужны доказательства, друзья. Вчерашний отчет по заявкам, первичным заявкам на пособие по безработице. 411 тысяч. Рост по сравнению с, если тенденцию анализировать, конечно же, она начинает уже уходить вверх, под более крутым углом. Это негатив, потому что эта статистика следствует о том, что количество первичных обращений растет. Прогноз был на 31 тысячу меньше и, соответственно, фактическая цифра разочаровала, друзья. И мне почему-то кажется, что вот показатель 400-450 при текущих условиях нормальный показатель для рынка труда, который подчеркивает всю проблематику этого сектора. Я не сомневался в том, что эти проблемы сохраняются, особенно еще после выхода последнего отчета по Non-Farm Perils. Как вы помните, на основании последнего релиза мы с вами пришли к выводу, что официально, друзья, официально без работы в США 7,6 миллионов человек. Неофициальная статистика. Говорят, выше даже 10 миллионов. Нету еще того целевого показателя, к которому стремится американский регулятор, и поэтому нету причин сейчас нам раньше времени паниковать, закладываясь под то, что политика ужесточится, ставки вырастут, программа количественного смягчения начнет сдуваться в обратной, конечно же, последовательности. Сначала QE, а потом уже изменение процентных ставок. И это приведет к ралли какому-то немыслимому доллару, который улетит выше 100 пунктов, а фондовый рынок просядет на 50%. Друзья, если вы закладываетесь под такой сценарий, который должен реализоваться вот сейчас, без комментариев. Даже нечего сказать. Я придерживаюсь другой точки зрения. Всему свое время. Рынок успеет еще хапнуть горе и, опять же, столкнуться с последствиями негативными от бешеных мер экономического стимулирования. Но не сейчас. Иногда на рынке просто время, когда лучше работать по тренду, и не нужно стараться его переиграть. Фондовый рынок растет. Я рекомендовал покупать S&P. Даже рассказал вам, что залез в NASDAQ. И правильно сделал, потому что NASDAQ с вчерашнего дня вырос больше, чем на полтора процента. 14368 пунктов в моменте. Я буду ждать 15000. Вот нравится мне эта психологическая цифра. Хотя, учитывая, что он находится на исторических хаях, конечно же, каждый уровень это фактически 50 на 50. Потому что для рынка в таком состоянии не существует уровня сопротивления. Каждый уровень это вообще рекордный показатель, на котором рынок еще не был никогда. По S&P чуть-чуть поскромнее, но чуть-чуть только. Потому что мы в двух-трех пунктах вообще от хая. 4262 пункта. И здесь даже сегодня, друзья, я могу практически поспорить, что сегодня мы увидим новый хай. На следующей неделе этот рост продолжится, потому что инвесторы и трейдеры более не паникуют относительно того, что ФРС начнет ужесточать денежную кредитную политику. Все успокоились и, получив конкретный комментарий, конкретное заявление от Паула в минувший вторник, приняли к сведению, что пока что можно работать со стимулирующей монетарной политикой. И спасибо вот релизам, которые вышли накануне. Не только заявлено пособие по безработице, еще заказан товар длительного пользования. Прогноз был 2,7% рост, фактическая цифра 2,3%. Хороший показатель, но не дотянул до прогноза, друзья. Поэтому в этом тоже можно было бы найти немного негатива. Сегодня личные доходы, личные расходы в 15.30 по московскому времени. Еще индекс расходов на личное потребление, который мы попробуем проанализировать через как бы призму, скажем так, влияния на показатели инфляции. Я думаю, что во всех этих релизах мы с вами найдем еще больше базы для того, чтобы дальше покупать американский фондовый рынок. Ну и самое главное, вчерашний рост американской фонды был связан с тем, что наконец-таки республиканцы и демократы вместе с правительством, скажем так, Белым домом США договорились о новом инфраструктурном плане, о начале его реализации. Соответственно, вчера росли акции строительных компаний, понятно, потому что теперь их ждут бешеные заказы. Расходы на инфраструктуру это еще триллионы долларов, друзья, которые будут стимулировать экономику, поддерживать экономику. И, конечно же, на этом рынок фондовый снова задышал, потому что можно сказать, что как бы гипотически на него, на фонду пришло еще несколько сотен миллиардов долларов априори вообще. Поэтому в сухом остатке у нас с индекс доллара остается прежний шорт. СНП, Насдак я продолжаю покупать. Евростокс также растет, 4117 пунктов. Вчерашний индекс бизнес-оптимизма ИФА 101,8 рост с 99,2. Это максимум за последние два года. Нормальное и логичное предложение сильнейших релизов по производственному сектору Германии и еврозоны, в целом. Европейская валюта пока шорт еще в приоритете 1,18. Рынок еще не развернулся. Большинство ставит на то, что евро будет расти. Я иду против толку и рекомендую пока что шорт поддержать. Фонд против доллара 1,3925. Банк Англии вчера лично меня немного разочаровал, потому что я все-таки настраивался на какое-то подобие ужесточения даже в формате риторики денежно-кредитной политики, но Банк Англии не стал ничего менять, разумеется, и сказал, что в ближайшее время вообще ничего и не сделает с политикой. Ставка прежняя 0,1. Программа количественного смягчения 895 миллиардов фунтов в год. Здесь я тогда уступаю место именно влиянию доллара на то, что происходит с фунтом и ставят на снижение американца. Все-таки буду ждать британца выше отметки 1,40, тем более, что уже в длинной позиции. И рынок нефти все без изменений в районе 75 и топчемся. Данные по запасам поддержали, запасы нефти снизились, запасы бензина тоже снизились. Все ждут заседания ОПЕК, которые состоятся в следующий четверг. Но заранее могу сказать, что это заседание, даже если согласует рост нефтедобычи на 500 тысяч, это капля в море, потому что рынок нефти легко сейчас может перевалить даже 3-3,5 миллиона. А сейчас фактическая цифра, которая может быть согласована, в разы меньше. Не советую ставить сейчас на снижение рынка нефти. Самое время вместе с Фондой пока что поддерживать идею роста мировой экономики и благоприятное влияние на сектор энергетики. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели.